Все болезни от нервов. Полголовы там открыто, там кровище там льет. Все, чем не справился невролог, может устранить нейрохирург. Я не вылечу Паркинсон, я не вылечу ДЦП, но я сделаю так, что вы можете жить лучше. Когда утром приходишь, пациент говорит, у меня все прошло. То есть боль просто исчезает? Да, просто исчезает и все, и это наша задача. Но они же должны сюда куда-то выйти, чтобы вот этот аппарат я подкручил. А он тоже под кожей имплантируется. Он тоже под кожей? О боже. Просто этих пациентов не видно. Они не ходят по улицам. Я вижу результаты сразу своего труда. Либо помогло, либо не помогло. В современной нейрохирургии риск умереть, он составляет одну стотысячную долю. Я всегда отношусь к боли очень, знаете, философски. Боли – это звоночки. Чингис Акаевич, все болезни от нервов. К сожалению, да. Это мое твердое убеждение. Многие болезни, особенно теми, которыми я занимаюсь, они все, конечно, и неврологические, и начинаются от нервов, от психологических каких-то проблем и так далее. Эти психологические проблемы, к сожалению, трансформируются в физический дефект и появляются какие-то физические нарушения. То есть это копится годами, и затем оно выстреливает в болезни Паркинсона или инсульт или что-то другое? Можно так сказать, да. Потому что, видите, современная наука объясняет сначала эти заболевания с различными факторами и токсические, и какие-то эти. Ну вот прям строгого, четкого, какой-то причины нету, не найдено. Но наша практика, я уже в этом деле уже давно нахожусь, много лет, много пациентов посмотрел, многими людьми общался. И действительно, именно вот эти вот проблемы, которые годами там скапливались в какой-то момент на фоне какого-то еще острого стресса или еще туда, они превращались в, выливались в такой физический дефект в виде там треморов, скованности каких-то паркинсонизмов, да, каких-то даже эпилепсий может быть. И это действительно подтверждает также этот постулат тем, что когда человек, есть такие осознанные люди, которые действительно понимают это, осознают, начинают исправлять эту ситуацию, и они излечиваются, они становятся лучше, они уходят от симптомов и чувствуют себя значительно лучше, без применения каких-то методик, там, лекарств, там, операций и так далее, так далее. А что такое стресс? Как нейрохирург, объясните нам. Ну, вы знаете, на самом деле стресс, это такой вот давно изученный Ганс Илье, был такой известный ученый, который изучал этот стресс, давно уже, значит, известно про него, но, ну, если проще говорить, это в моем понимании как стресс, это острая такая психологическая реакция на какие-то внешние события. И стресс, на самом деле, он приводит к тому, что все-таки, я думаю, подкашивает, значит, и иммунную систему, и психологическую защиту, потому что организм наш очень сильно защищен. И вот эти защиты, эти, значит, доспехи, к сожалению, стресс ломает. И это приводит к тому, что появляются какие-то, проникают инфекции, проникают какие-то, значит, вредные факторы, да, токсины. Наша задача врачей, значит, специалистов в этой области дифференцировать, значит, что есть функциональные расстройства, которые можно, в принципе, лечить одним путем, отграничить от органических заболеваний, которые уже запущен этот процесс изменения тканей мозга, клеток его, нервных связей, и разделить это, разграничить, дифференцировать их и назначить соответствующее правильное лечение. Ну и в тех и в других случаях имеется сейчас, современная медицина может предложить хорошие довольно методики, которые мы используем в своей клинике, которые действительно помогают, и это доказано, и доказано не просто кем-то, да, а доказано в рамках каких-то клинических исследований на большом количестве пациентов. А сколько у вас пациентов в день? Ну, в день я смотрю достаточно, ну, около 10 пациентов, только консультации, плюс свои, которые стационарные пациенты. Операции? Ну и 2-3 операции в день провожу. С утра операции, после обеда, консультации? С утра я принимаю пациентов, где-то после обеда я оперирую. А, да? Иногда так, ну, чаще так бывает, иногда с утра оперирую, потом пациентов принимаю. Но мне как-то... То есть ваше ресурсное время это все-таки после обеда? Я сейчас вот энергично чувствую себя практически весь день. Ту-ту-ту-ту, да. И с утра, значит, такие консультации, мыслительная работа, потому что с пациентами работаешь все-таки первый раз, когда сталкиваешься, позволяет мне все-таки как-то вот раскачаться, разогнаться. А ближе к обеду уже иду на хирургию, на операцию, и это действительно дает такое вот... Когда все службы уже работают в штатном режиме и так далее. Ну, я думаю... В день 2-3 операции это несложно? На третью операцию хватает сил? Я не ставлю, конечно, две большие операции. Я ставлю, например, одну большую, пару маленьких, одну-две маленьких операции. Потому что есть короткие операции, есть длинные операции, по-разному. А сколько в среднем длится операция? Открытые операции, они могут 2-3 часа идти вот так вот, ну, так вот в среднем. Бывают операции до 6 часов, вот с лидеризотомией, например, там 6-7 часов операция идет. Та же на троничную неврологию 2-2,5 часа идет. То есть по-разному. К вам люди приходят чаще всего с приобретенными заболеваниями или вот человек родился с этим диагнозом? Ну, и такие-таки бывают. Конечно, приобретенных заболеваний больше, чем врожденных. Конечно, врожденные заболевания мы можем диагностировать с помощью генетических исследований. Мы, кстати, выявляли и семейные случаи, там, мужичковых атаксий очень хорошо в рамках научных проектов и так далее. Но все-таки большинство, конечно, приобретенные заболевания, учитывая то, о чем мы выше говорили, все-таки люди заболевают уже на протяжении, прожив жизнь уже, да. То есть сами запускают, да, эти заболевания? Во второй половине своей жизни они уже начинают страдать, к сожалению. Вы занимаетесь функциональной нейрохирургией. Что это такое? Вот если простыми словами объяснить, потому что для нас не всем понятно, да, что это такое. Да, функциональная нейрохирургия – это одно из направлений общей нейрохирургии, который занимается хирургическим лечением функциональных расстройств, соответственно. Функциональные расстройства – это те, значит, изменения в жизни людей, такие, как нарушение движений, судороги, там, болевые синдромы, какие-то спастические состояния. То есть это нарушение движений, либо ощущение пациента вследствие этого заболевания. Вот. И наша задача прерогатива функциональной нейрохирургии – выявлять и лечить их с помощью хирургии, находить возможности лечения нейрохирургическим путем. И одной из особенностей функциональной нейрохирургии является все-таки то, что пациенты после нашего лечения сразу видят результат. То есть если болело, например, что-то, то после операции, как правило, боль проходит. Если что-то там дергалось, тряслось, сковывалось, сжималось, то после операции это проходит. И это, на самом деле, в большинстве своем привлекло меня в эту специальность, потому что я вижу результаты сразу своего труда. Либо помогло, либо не помогло. Но чаще всего помогает, конечно, в большинстве своем. И тогда это видно и пациенту, и это видно и врачу. И это можно оценить, и это можно сделать какой-то анализ. И действительно мы видим результаты хорошие. Я восхищаюсь вашей работой, работой нейрохирургов, потому что вскрыть череп, увидеть мозг, ремонтировать эти нейросети, это, мне кажется, вообще что-то из разряда фантастики. Как вы это делаете? То есть это происходит, вы головным мозгом занимаетесь и спинным мозгом? Да, совершенно верно. Я и головной мозг оперирую, и спинной мозг, и позвоночник. То, что где есть нервные, ну и периферические нервы тоже соответственно. В общем, вся нервная система – это наша зона работы. Действительно приходится и трепанации черепа делать, и различные. Но сейчас современная нейрохирургия все-таки идет, движется в сторону минимально инвазивных технологий. То есть сейчас уже мы не видим таких страшных картинок, как раньше, да, там полголовы, там открыто, там кровище, там льет. Я так и представляла себе, что это вот так вот отрезается. У нас все минимально инвазивно. Мы сейчас используем очень активно и успешно, это микроинструментарий. Мы проводим все операции, конечно, под увеличением микроскопа. Операционный микроскоп позволяет увеличить операционное поле до 12 раз. И мы можем через маленькое отверстие проводить операции. Туда вместится только там два инструмента, и этого нам достаточно, чтобы провести операцию. Мы используем стереотатическую технику, это такое современное направление, значит, нейрохирургии, которое мы используем для лечения болезней Паркинсона, других двигательных расстройств, которые позволяют через маленькое отверстие, внедрив маленький только электрод, лечить такие тяжелые заболевания. Для этого не нужна большая трепанация, мы не делаем там большие разрезы. Маленькие разрезы, маленькое отверстие, и через них имплантируем с точностью до полумиллиметра очень глубокие структуры головного мозга нашей электроды. И это реальность в Казахстане сейчас, мы этим давно уже занимаемся, и это тоже самое делают в Европе, в Северной Америке, в Израиле. Эти технологии сейчас открыты, мы их глобален, и мы спокойно их в свое время обучили, сейчас до сих пор обучаемся, и это мы можем делать. Что касается спинного мозга, тоже все под микроскопом, обязательно условия современной... То есть это тоже не разрезается, да? Да. То есть это тоже как-то инвазивно, да? Да, минимально инвазивно, то есть наша задача, например, в хирургии позвоночника спинного мозга, это сделать минимально инвазивный доступ, чтобы не повредить, например, стабильности позвоночника, чтобы позвоночник не поврежден был, поэтому мы находим естественные отверстия между костями, чтобы зайти в спинной мозг и там произвести наше вмешательство. Используем микрохирургический инструментарий, микроэнерохирургическую технику, микроэнерохирургическую. И важная часть, например, интероперационный нейромониторинг, когда мы во время операции можем следить за спинным мозгом, за нервами, как они реагируют, не повредим ли мы их. То есть сейчас современная нейрохирургия – это абсолютно другая нейрохирургия, нежели, например, 20 лет назад, даже 10 лет назад в Казахстане. Сейчас это абсолютно другая нейрохирургия. Это минимально инвазивная, безопасная, малокровная нейрохирургия. Вот такие вот электроны мы имплантируем, вот такие вот в виде. То есть это операционный инструмент? Да, это макет, конечно, это то, что мы примерно такое же имплантируем. Значит, имплантируются электроды вот таким вот образом, с помощью специальных конюль, они так оставляются. И затем? И затем, значит, провода выводятся, под кожей все так проводится, сам нейростимулятор имплантируется под кожу. Все это минимально инвазивно, без всяких проблем. То есть сначала имплантируется, после этого вы делаете операцию? Нет, ну, сама имплантация, это и есть операция. То есть это разрез делается, трепутация. А, это потом остается? Это потом остается. Это все, это мы погружаем. С человеком? Да, и он всю жизнь живет. Это нейростимулятор. Это то, что вот, чем, так сказать, основная моя работа, я занимаюсь имплантацией нейростимулятора. А это для чего? Для лечения болезни Паркинсона. То есть получается, вот человек, а откуда эти потом провода торчат? Они все под кожей лежат. Нет, а где они? Ну, они же должны выйти сюда, куда-то. Ну, они под кожей все проходят и... То есть из кожи прям вылезают? Не-не, из кожи они не вылезают. Наоборот, мы их проводим под кожей, и они под кожей остаются навсегда. Ну, они же должны сюда куда-то выйти, чтобы вот этот аппарат я подключил. А он тоже под кожей имплантируется. Он тоже под кожей? Да. О, Боже. То есть целый такой аппарат? Да, это вот маленький компьютер, который непосредственно имплантируется, и с помощью него, значит... А как его заряжать и батарейку менять? Ну, здесь батарея на 5 лет хватает его. Потом его через 5 лет нужно вскрыть и снова? Не только вот этого поменять в части. Ну, сейчас уже появились вот более современные технологии, я тоже покажу. Например, вот перезаряжаемый стимулятор. Он совсем... Вот первое поколение, значит, заряжаемый, неперезаряжаемый. То есть он один раз поставили, и он работает 5 лет. И вот второй такой вот стимулятор, это который уже перезаряжаемый. То есть, видите, размер гораздо меньше, он в два раза меньше. То есть это новинка, да, уже? Да, это уже новее, его имплантируют, и потом можно его там раз в неделю, раз в несколько дней подзаряжать. Как? И, ну, с помощью специального прибора. То есть прикладываешь какой-то прибор? Да, 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 он прямо через кожу прямо его заряжает. Это вот технология такая. А организм нормально реагирует на то, что это... Да, конечно. Ну, в целом, да. ...народный инструмент? 99% у людей нормальное к нему. Вот здесь же специальный медицинский силикон, он специальный титан здесь, который принимается организмом хорошо. И вот такой стимулятор, например, может работать до 25 лет без замены. Сколько пациенту нужно времени на реабилитацию после операции? Вот условно, если у него там были какие-то, как вы говорите, боли хронические, да, то есть эта боль, она сразу исчезает? Я потому что вспомнила, как мой дедушка в центре нейрохирургии, тоже у него там годами болела спина, затем силикондыквич еще делал ему операцию. И он утром проснулся, я к нему прихожу в палату, он говорит, все, я себя чувствую прекрасно. Я думаю, так быстро. То есть это вот происходит вот так? Ну, на самом деле, самый лучший результат, у нас есть разные уровни результатов, но самый лучший результат, когда утром приходишь, пациент говорит, у меня все прошло. То есть боль просто исчезает? Да, просто исчезает и все, и это наша задача, вот так сделать. Слушайте, ну это чудо. Ну, можно так сказать, да. А что это? Это что-то вы вырезали или что-то там отрезали или наоборот все там к чему-то пришли? Ну, смотря какое заболевание. Например, при тройничной неврологии, да, это такое тяжелое заболевание, когда люди готовы, там, это боль ужасная, адская боль, и люди готовы просто, и некоторые, ну, вплоть до суицида хотят закончить, потому что, ну, это просто невероятная боль. Пациенты после операции просыпаются, они, наверное, даже не верят, что боль прошла, они ждут ее, они боятся, вот сейчас она начнется, вот она сейчас вот стрельнет, а давайте-ка я еще попью таблетки, а давайте-ка это. Не верят еще, что так это все обошлось, но как раз таки им, например, мы проводим устранение причины, это микроваскулярный конфликт, который происходит в области троничного нерва в полости черепа, и это микрохирургическая операция, которая излечивает полностью эту болезнь, хотя… То есть для вас она несложная? Ну, для нас это рутинная операция, которую мы проводим ежедневно, там, ну… А человек может годами ходить, болеть и даже не знать, что… У меня есть пациенты, которые 20 лет болеют этой болезнью и до сих пор пьют таблетки и не знают, что эту болезнь лечить можно хирургически и буквально там несколько дней потерпеть, но зато боль проходит навсегда. И, к сожалению, мы видим, что вот не только пациенты, да и доктора многие не знают, что есть такие методики, понимаете, и вот наша задача, как бы, эту информацию все-таки донести до людей, что, поймите, многие болезни сейчас лечатся, многие болезни лечатся, просто не надо запускать их, надо вовремя обращаться, вовремя обследоваться, вовремя ходить специалистам, которые знают, разбираются в них. Вот. Заболевания, пока они не превратились в такую, опять-таки, например, та же хроническая боль, иногда она уходит глубоко в голову, в мозг, и человек, даже излечив его, мы все равно у него остаются какие-то последствия. Чтобы до этого не дошло, нужно вовремя обращаться, вовремя с ним, значит, работать и помогать. Причину, зная причину, опять-таки, это современные представления о теологии заболевания, причина заболевания, мы это все читаем в зарубежных источниках, я свободно владею английским языком, я всегда первоисточниками у меня являются зарубежные статьи, которые, я выписываю много журналов, которые я читаю и, значит, получаю свежую информацию, вот, обучался за рубежом тоже. И, соответственно, зная, значит, причину болезни, мы можем воздействовать на эту причину и вылечить ее, вот, так это случается в страничной неврологии с гемифациальным спазмом, до сих пор люди думают, неизлечимая болезнь. А что это такое? Это такое заболевание, тоже двигательное расстройство, когда половина лица начинает у людей непроизвольно сокращаться, вот, таких пациентов… У меня тоже такое, кстати, было, вот, в семнадцатом году, и я даже вот так вот пальцем держала, потому что у меня, как говорят, дергается глаз, да, но у меня была нервная работа. Когда я ушла с работы нервной, у меня сразу исчезла. Вот, а некоторые остаются в этой ситуации, в этом, например, в нервном состоянии, и у них эта болезнь распространяется больше и повреждает… И она получается, то есть очаг, он увеличивается, да? Да, 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 и симптоматика, это у вас начальные проявления были, а, например, люди, у меня была пациентка, я оперировал, у нее же зубы разрушились от этого, потому что она все время в спазме была. И хирургическое вмешательство, устранение причины этой болезни, которую мы выявили, привело к тому, что пациентка выздоровела. То есть это для вас тоже рутинная операция? Это да, это мы делаем постоянно. То есть это несложно? Ну, можно так сказать, да. Вот вы 20 лет в нейрохирургии, и вы, говорите, вот владеете английским языком, да, то есть где вы получаете новые знания и новые технологии, да, то есть вы едете обучаетесь, вы увидели, что у коллег там в Европе, в Америке, да, там новые какие-то аппараты появились, то есть вы их сразу внедряете. То есть как часто в нейрохирургии появляются новые аппараты, которые лечат болезни, там, которые годами не могли излечить? Ну, вы знаете, новые – это не только там новые аппараты, новые операции. Это достаточно новые подходы, может быть, например, довольно рутинных, например, методик. Например, при стимуляции различные параметры программирования новые придумывают, да, мы обучаемся этому. При рутинных операциях какие-то подходы, которые позволяют более тщательно, более лучше улучшить результаты. То есть это все, потому что никто не может сказать, что он знает все, правильно? Вот есть коллеги, которые больше имеют опыта, которые знают лучше. Вот я стараюсь, ну, в последнее время из-за пандемии немножко, конечно, сократилось, но каждый год месяц я посвящаю зарубежным поездкам для того, чтобы поехать посмотреть, что в мире нового творится. Я постоянно совершенствую, езжу и в Северную Америку, США, Канада, Западная Европа. Турция для меня, ну, я считаю, это для каждого врача, это должно быть нормальным. Ну, уровень, конечно, и языка должен быть нормальный, и возможности, чтобы были. Но повышаться постоянно нужно. И повышение квалификации должно быть у маститых нейрохирургов, у маститых специалистов, врачей, клиниках, которые действительно могут быть в топах. Вот я не забуду свою поездку в МИО клиник, например, это же самая лучшая. Входят в тройку лучших частных клиник в мире, и это в Рочестере, в Северных Штатах, или в Минсестскую клинику Чикаго, где работает мой коллега и друг Константин Славин. Это было просто фантастика. Там подходы совсем другие, и когда ты смотришь и говоришь, что это надо, и берешь это, и привозишь в страну, и это внедряешь. И причем это получается, это делается, и просто замечательно. Ну, просто не все об этом знают, да? Ну, да. То есть люди едут за границу, даже не подозревая о том, что, оказывается, это можно было прооперировать здесь, в Казахстане. Конечно, да. У меня есть пациенты, которые оперируются и едут за границу, но по некоторым позициям я считаю, что можно было и не ездить туда. В принципе. Потому что вообще моя, знаете, как сказать такая, может быть, будет сказать слишком миссия, да. Может, это слишком как-то звучит так это. Ну, когда я был, кстати, на проекте «Стуалец Казахстана», меня как раз тогда спрашивал Ельбасы, пожал руку и говорит, что ты вообще, чем ты занимаешься, какая твоя вообще цель в этой жизни. Я сказал, знаете, я как врач хотел бы, чтобы люди не уезжали за границу ездить лечиться, а наоборот, за границу приезжали в Казахстан лечиться, потому что я знаю, потенциал хороший, высокий. У меня не только я про себя говорю, я знаю многих своих коллег, клиник, которые достигли высокого уровня, на мировом уровне, потому что я езжу по миру, вижу, как это все выглядит. И я считаю, что у нас чуть не хуже. Слушайте, а можно такой чип придумать, чтобы голова работала лучше? Вот к этому все идет. Идет, да? Ну, конечно. Чтобы использовать реально все возможности мозга. Ну, посмотрите. Например, мы имплантируем эти стимуляторы для лечения болезни Паркинсона. Это больные люди, но мы их делаем более здоровее. Они становятся другими людьми, они становятся энергичными, они лучше себя чувствуют и так далее. И, конечно же, у людей, у ученых уже давно идея возникла. Можно же сделать того же здорового человека еще здоровее, да? Сделать из него суперчеловека с помощью этих технологий. Но все это вопрос этики, конечно. Сейчас это все возможно. Просто вопрос этики. Конечно, с развитием медицины, вот эти этические вопросы, они не должны забиваться. Почему нельзя сейчас стеклонировать людей, да? Это этический вопрос. Почему нельзя делать вот эти вещи, о которых мы говорим? Это этический вопрос. Потому что очень многое влияние оказывает и религия, и общественное мнение. И многие могут не понять это. Ну, если человек сам хочет, если, например, я хочу, чтобы мой мозг работал лучше, да, и мне предложат там какой-нибудь чип, я подумаю. Чингис Акаевич, я знаю, что вы лечите детей с диагнозом ДЦП. Не знаю, связано ли это с появлением таким активным, да, с появлением социальных сетей в Казахстане. Потому что раньше мне казалось, что детей с ДЦП гораздо меньше, да. Сейчас мы каждый буквально там день видим, да, просьбы о помощи, какие-то сборы идут. На помощь детям с этим диагнозом. Как вы лечите детский церебральный паралич? Детский церебральный паралич – это большая проблема, которой я занимаюсь уже на протяжении многих лет. И специально проходил обучение для этого и в Турции, и у французов. Значит, это основная операция, то, что я делаю. Это селективная дозальная резотомия, это частичное пересечение таких чувствительных спинномозговых корешков в спинном мозге, которые позволяют расслабить ноги очень довольно хорошо. То есть мы можем даже программировать на расслабление, сделать, значительно улучшить, значит, подвижность ног. И в некоторых случаях даже поднять детей на ноги. Для этого требуется, конечно, долгий процесс реабилитации. Но сейчас вот у нас в наших условиях в Алмате мы объединились с одной очень хорошей реабилитационной клиникой детской, в которой специалисты обучены реабилитации после селективной дозальной резотомии. И даем хорошие результаты. Потому что сама операция – это 50% успеха, 50% успеха – это хорошая качественная реабилитация. Теперь у нас это два пазла сложились, и теперь у нас такой полный, законченный, как говорится, продукт есть, который можно, начиная от диагностики, нейрохирургии, заканчивая реабилитацией, мы можем в своих условиях это все организовать. А что это, новые технологии какие-то? Вы знаете, эта операция на самом деле не так новая, она давно уже делается. Просто различные методики проведения этой операции, я выполняю, конечно, новую методику. Это минимально инвазивная методика, которая разработана была Марком Синду, знаменитым французским функциональным нейрохирургом, которая позволяет нам минимально инвазивно, значит, то есть минимально травмируя и позвоночник, и спиной мозг, сделать эту резотомию, и ребенок очень быстро восстанавливается после операции. То есть он не лежит долго на койке, он сразу мы его активизируем. На второй день после операции начинается реабилитация уже, они меньше мучаются от боли. То есть это совершенно другой уровень хирургии, который позволяет нам быстрее восстанавливать детей. И это реально работает. И данные литературы показывают, что это очень хорошая методика лечения спастических состояний. И наш опыт показывает, что это очень хорошее пособие для таких пациентов. Опять-таки здесь важна, значит, осведомленность людей. Люди мало знают, что есть возможности такие. Думают, где-то там далеко, в Америке, там можно оперировать таких пациентов. На самом деле нет. Мы тоже освоили это, мы делаем здесь. То есть диагноз остается, но вы просто помогаете ребенку жить с этим диагнозом? Конечно. Облегчаете его жизнь, то есть расслабляете. Потому что я вот видела в реабилитационных центрах, как ребенка учат держать ложку, чтобы он жил с этим диагнозом, но максимально мог быть самостоятельным. Да, конечно. К сожалению, многие болезни мы не можем вылечить пока на данном этапе. Ни болезнь Паркинсона, ни ДЦП, тем более, ни какие-то другие заболевания. Но мы можем сделать так, улучшить функции человека и повысить качество жизни. А это уже немаловажно для них. Они уже, к сожалению, инвалидизированы, но мы можем сделать так, чтобы они кто не ходил, тот мог ходить. Кто не сидел, даже кто-то может сидеть. Кто нормально не лежал, тот может нормально лежать. То есть сделать их жизнь обыденную значительно легче, уход за ними значительно лучше, легче. А в некоторых случаях, и в большинстве случаев, им уже не нужен уход даже, они самостоятельно могут за себя ухаживать. И, соответственно, это и является улучшением качества жизни. Quality of life – это одно из качества жизни, это одно из основных, к чему мы стремимся в этих ситуациях. Наша задача – улучшить качество жизни. Если, так как многие просто думают, а эта болезнь неизлечимая, зачем тогда к врачам ходить, мы лучше дома будем лежать и так далее. Понимаю, я не говорю, что я лечу эту болезнь, я не вылечу Паркинсон, я не вылечу ДЦП. Но я сделаю так, что вы можете жить лучше, качественнее, вам легче будет во многих отношениях. И, соответственно, это является нашей задачей, которую мы ставим перед собой. Болезнь Паркинсона, она тоже такая достаточно новая для Казахстана. Мы раньше редко слышали о ней, сейчас все чаще и чаще. С чем это связано? Да, вы знаете, опять-таки, какая-то ситуация была до того, как я начал заниматься Паркинсоном. Это было все как-то так рутинно, никто не знал об этом. Какие-то такие стандартные схемы были, которые шли еще с Советского Союза. Препараты были, применялись. То есть в Советском Союзе эта болезнь тоже была, да? Нет, она всегда была, уже больше 200 лет наблюдает эту болезнь. И, может быть, ее сейчас больше стало, действительно, пациентов больше стало. Но на самом деле она всегда была, эта болезнь. Просто этих пациентов не видно. Они не ходят по улицам, они не ходят, не общаются, они стараются изолироваться, они стараются жить в своем четырех стенах, квартиры не выходить, потому что имеют дефицит, имеют вот эти вот двигательные расстройства, которые не позволяют им нормально себя обслуживать, лечить, ходить там, жить обыкновенной социальной жизнью. Поэтому и есть такое предубеждение, что Паркинсон не лечится. Да, на самом деле мы его излечить не можем, но сделать так, чтобы человек стал выходить, чувствовать, обслуживать себя, ходить нормально, мы это можем. И продлить в некоторых случаях жизнь даже. Остановить прогресс заболевания. И это возможно с помощью хирургии? А возможно, то есть если у человека там условно постоянно там двигается рука, то есть после операции, что она будет в спокойном состоянии, как прежде? Я вам могу сейчас показать этих пациентов, которых я на днях оперировал. Это люди, которые уже годами ходили тряслись, и после операции они сразу почувствовали улучшение. А что вы сделали? Ну я сделал операцию на голове. Нет, что это? Что это, как это вообще выглядит? То есть это там выключается, в смысле, какая-то кнопочка? Ну да. Ну, грубо говоря, да. Там есть такие зоны, определенные зоны в мозге, которые участвуют в патологических вот этих связях, которые вызывают эти… Ну, имеют, например, треморные клетки, ну, так вот сказать. То есть нейроны, которые вызывают тремор, дрожь в руке, например. Мы можем уничтожить, прижечь эти клетки, убрать их, и тогда тремор останавливается. Мы останавливаем вот эти связи патологические, которые у нас же все… И человек может, как прежде, как раньше, там, брать стакан, у него рука не держит. Движение абсолютно у него не изменяет. Все, возвращается в прежнее состояние. Да, тремор останавливается. Если была какая-то замедленность, он нормально останавливается. А что становится причиной вот этого тремора? Ну, заболевание само. Нет, ну, само заболевание, то есть оно же тоже не просто так, да? Человек жил там, условно, 40-50 лет, да? Живел активный образ жизни, общался с людьми, а потом начинается… Ну, здесь мы возвращаемся опять к тому разговору. Это вот вопрос, из-за чего люди заболевают, годами копят какие-то проблемы и все болезни от нервов, и потом начинается, значит, какой-то слом, сдвиг, и, значит, проявляется это через физический недостаток. Вот так вот, и наша задача – это вот выявить это и сделать все, что можно. Конечно, вообще, я вам скажу, что болезнь Паркинсона и все другие деятельные расстройства изначально лечили нейрохирурги. Исторически сложилось так, что лечение изобрели нейрохирурги, лечили всегда нейрохирурги. Но потом, в конце 60-х годов появились новые препараты, та же Леводопа. Люди начали склоняться больше к консервативной терапии, но это продлилось недолго, буквально там 20 лет, после чего люди поняли, что это не панацея, лекарствами лечить эту болезнь невозможно. Вот, и поэтому нейрохирурги снова вернулись, вернее, нас пригласили обратно, давайте занимайтесь. И вот сейчас лечение продвинутых форм, когда медикаменты уже смысла нет принимать, лечит нейрохирурги. Все, чем не справился невролог, может устранить нейрохирург? Ну да, почти все, да. Многие вопросы, которые… И, кстати, это то, что сейчас мы, например, наблюдаем, всплеск вот этих новых технологий в плане нейромодуляций, это использование нейростимуляторов, даже Илон Маск сейчас предлагает свои новые девайсы, которые позволят, значит, лечить нейро вот такие вот заболевания, то, чем мы занимаемся. Он сейчас разрабатывает новые технологии, которые для лечения болезней, которыми занимаемся мы. То есть, соответственно, мы сейчас держим руку на пульсе. Недавно я в своем инстаграме даже пообещал своим подписчикам, что я буду следить и переводить, ну, делать такой свой комментарий специалиста, как идут дела по разработке новых девайсов. А что он хочет предложить? Он предлагает новые девайсы, новые устройства для лечения болезней паркинсуала. То есть, а что это будет там… Это имплантированные устройства, импланты, новые импланты, это новые технологии, которые сейчас пока не используются. То есть, вы просто какой-то чип можете вшить в голову и человек… Да. То есть, сейчас мы как бы это делаем, но это немножко так… Уже на современном этапе это немножко грубовато, может быть. Он делает более деликатные продукты, которые могут действительно заменить вот эти вот сейчас… То, что мы сейчас ставим. Но это ближайшее будущее. Вы знаете, технологии развиваются неимоверно быстрым путем. Посмотрите, там, 10 лет назад мы не использовали… Но мне нравится, что вы такой нейрохирург современный, да? У вас Инстаграм, вы владеете английским, да? То есть, вы выезжаете за рубеж, постоянно учитесь, то есть, в таком постоянном апгрейде следите за Илоном Маском. То есть, вот это, мне кажется, очень важно для врачей, да? Потому что у нас в стране говорят о том, что статус врача, вот он… нас врачей не уважают, зарплата маленькая, да? Но вот вы же сейчас в частной практике. Я в частной практике работаю. У нас частная клиника, и мне кажется, что здесь, наверное, зависит еще и от самого врача, да? У нас всегда было так, что хорошего врача народ прокормит всегда, да? Было такое. Помните разговор такой у нас всегда был? То есть, когда… Ну, по этому принципу, кстати, и платили людям, врачам всегда так. Хорошего врача народ прокормит. Вот. А на самом деле, во всем мире врачи – это же уважаемые люди. И у нас тоже, в принципе, у нас не сказать, что у нас такие плохие люди, да? Которые не уважают людей, которых нужно уважать. Абсолютно нет. И я считаю, что общество у нас довольно образованное, очень интеллектуальное. И действительно, они готовы уважать. Но готов ли врач сам для того, чтобы его уважали? Он должен действительно стремиться к этому. Он должен повышаться, улучшать свои знания, показывать свои знания на практике, а не говорить об этом. Вот. Но такое вот, как бы, немножко мое мнение. Поэтому я, например, на себе не чувствую, что врачей не уважают в стране. Наш инструктор Игорь. Здравствуйте. У нас квалифицированные специалисты, которые занимаются индивидуальными групповыми занятиями пациентов с давительными расстройствами. То есть это после операции, да, здесь проходят? И после операции, и до операции мы занимаемся реабилитационным лечением. Реабилитационное лечение очень хорошо помогает именно в плане восстановления физических функций, которые были утрачены вследствие неврологических болезней. И определенный комплекс, который мы разрабатываем для каждого пациента, но и групповые, дают такой хороший эффект именно в плане восстановления движений, походки, каких-то пластичностей мышц. И они после этого, конечно, чувствуют себя значительно лучше. После операционной реабилитации это, конечно, вообще важная вещь. Почему? Потому что любое нейрохирургическое вмешательство подразумевает под собой, во-первых, восстановление каких-то функций, да, вот, и их надо закрепить, это восстановление с помощью реабилитации. Либо если какие-то функции уже утрачены, то наша задача после операции полностью, значит, это все зафиксировать, подлечить. Чем хорошо у нас здесь, мы организовали такой момент, что мы, значит, пациент приходит, проводит диагностику, мы проводим хирургию, и они же здесь проходят реабилитационное лечение. Это очень удобно для них. А что это, вот, это больше ЛФК, да? Это ЛФК, да. Ну да, основу, конечно, это ЛФК, лечебная физкультура. Лечебная физкультура, и специальные такие, ну, мы оцениваем перед тем, как пациент, значит, поступает, мы оцениваем, какие функции, какие мышцы нужно упор сделать, и инструктор, врач ЛФК занимается, занимается именно восстановлением этих утраченных функций. А можно что-то излечить, скажем, вот, допустим, Паркинсон без операционного вмешательства? Ну, можно, да, конечно. То есть просто какими-то упражнениями? Большинство людей, конечно, мы занимаемся, то есть медикаментозная консервативная терапия вкупе с реабилитационным лечением дает такое... То есть это медикаменты, лекарства и упражнения, да? Да, лекарства и упражнения, да. И еще, конечно, в комплекс реабилитации входит не только упражнения, у нас занимается обязательно психотерапевт, потому что очень много у них психологических проблем, их надо решать. В-третьих, у нас логопед занимается, если есть нарушение речи, потом занимается, значит, специалисты, обучаем еще пациентов именно как вести себя, как жить с этой ситуацией, какие проводить мероприятия дома. У кого лучшие результаты? Вот какие люди, скажем, вот вы, кем вы довольны, да, какими пациентами вы довольны? Потому что вы же даете какие-то рекомендации, да, там, после того, как тебе там условно-хроническую боль твою забрали, да, человек же не должен расслабляться теперь и пошел, да, там, и курить, и пить, и, в общем, злоупотреблять, да? Моя задача не просто прооперировать человека и все, в общем, мое дело сделано. Наоборот, я стараюсь пациентами найти общий язык, как-то подход к нему найти, потому что важно не только настроить человека на операцию, но и после операции поддержать, потому что это сложный период в его жизни, довольно такой насыщенный, и он много чего не знает, у него нет информации, он старается где-то ее взять, но нужно дать правильную информацию, поэтому это задача врача, моя, как врача, донести правильную информацию, предупредить деликатно о возможных рисках, чтобы он не напугался лишний раз, но и в то же время дать ему уверенность, что все произойдет нормально, никаких проблем мы не ожидаем особых, и все пройдет хорошо. А когда прошло все, наша задача поддержать его, чтобы быстрее его поднять на ноги и отправить его домой, потому что я не сторонник, чтобы они долго лежали в больнице, больница это не дом, и комфорта никогда там не было, хоть какая бы, хоть такая хорошая клиника, как у нас, где мы оперируем на базе Керон Медикус, прекрасные условия, все есть, но это не заменит никогда дом. Дома и стены помогают, поэтому мы за короткий период этот после операции, там за 2-3 дня мы должны его настроить, настроить на то, чтобы пациент, что он должен делать дома, какой дальше его прогноз, как мы его будем наблюдать. Мы никогда не бросаем своих пациентов, мы их потом приглашаем на повторные приемы, осматриваем, стараемся, значит, с ними работать дальше, вот. И если нужна реабилитация, мы рекомендуем потом снова вернуться к нам, и мы дальше будем работать с этим пациентом для того, чтобы полностью восстановить его функции. Вот. Это наш принцип работы. Принцип работы мой лично и всей моей клиники, потому что, ну, понимаете, тон задаю я, и мои сотрудники, они, я не скажу, что они там в каком-то напряге от этого, абсолютно нет, они просто разделяют мои позиции в этом плане. А как морально подготовиться к операции? Потому что, ну, вот человек может, как вы говорите, 20 лет ходить с храничным нервом, да, и, ну, просто морально не быть готовым. Да. Расстаться с этой любимой болью. Это действительно сложно, это сложно. Ну, для всех же операция, это же, ну, практически там, выживешь, не выживешь, человек же так думает. Ну, да, да, многие думают так, что это 50 на 50, там, можно, на самом деле, в современной нейрохирургии риск, там, умереть, он составляет одну, там, там, 100-тысячной долей, действительно, ну, я не считаю, там, например, там, экстренную нейрохирургию, там, где инсультами попадают в черепном языке, там, конечно, выше, но в плановой нейрохирургии, то, чем мы занимаемся, риск смерти довольно редкий, а риск каких-то осложнений тоже очень низкий, и наша задача, это, конечно, профессионализм врача, конечно, исключить эти риски, этих осложнений, вот, ну, и пациент тоже, его надо подготовить, чтобы даже если что-то случилось, то это не конец света, понимаете, это можно лечить, многие даже осложнения, они лечатся, они проходят, и сразу, если после операции это появилось, оно потом со временем пройдет, и это тоже нужна поддержка, нужна пациенту, что для них это шок, если они что-то там, вдруг что-то вышло из их ожиданий, вот, вот, и действительно, здесь работа очень важна, подготовить к операции человека довольно сложно, и надо бывает, действительно, вы правы. Я просто заметила, Чингис Акаевич, что у нас в Казахстане, ну, тут почему у нас не популярны чекапы, например, да, там, раз в год люди не ходят там, не обходят всех врачей для того, чтобы понять вообще, что происходит с его организмом, да, почему-то люди предпочитают, ну, как-то, вот, мне кажется, в больницу идти уже, когда, вот, когда совсем уже плохо, то есть, по сути, умирать. К сожалению, это большая проблема, да, люди не здоровы. У вас нет культуры, да, вот, следить за здоровьем своим. Ну, вот, к сожалению, вот этот вот большой такой вот этот гэп, провал такой, да, между, когда вот у нас все-таки при Союзе система Симашко была очень хорошая система, на самом деле, там, и профилактики были, профилактории были, там, санатории, то есть люди могли и… Раз в год пройти профилактику и узнать вообще, что происходит в организме. Причем это требовали, да, с врачей. Я застал еще те, ну, я, как бы, у меня, моя мама, она в медицине была, и я помню эти советские времена, вот, но потом это все, к сожалению, вот это реформы там и так далее, очень… Система здравоохранения подвержена была многим реформам, которые были много, которые бесполезные, бессмысленные, и, к сожалению, та система, она, которую можно было сохранить, ее разрушили, и поэтому появилась вот такая, к сожалению, проблема, что люди перестали доверять медицине там. А почему вот в Южной Корее это развито, например, там, в Германии, да, то есть там же люди раз в год обязаны ходить? Да, потому что там, вы знаете, люди везде, я считаю, везде люди одинаковые. Я не скажу, что там они более там, ну да, может быть, там немцы более дисциплинированы, чем казахи, например, но в целом, да, популяционно все, в принципе, одинаковы. И немцы тоже можно их, если им дать такую свободу, как у нас, они тоже там забьют, не будут ходить никуда. Вот, но у них есть требования экономические, и если они не выполнят какие-то, то вот как, например, с вакцинацией. И пока не сказали, что на работу не возьмем, не выйдете на работу, никто не ходил на эту вакцинацию, правильно? То же самое там, там есть четкие какие-то требования, да, если ты не выполнил, то не санкции будут. Если ты не следишь за своим здоровьем, то ты нам не нужен, да? В той же Корее я знаю, что если человек, например, не прошел какой-то онкоосмотр, да, вовремя, да, и он потом заболел онкологией, то он будет оплачивать лечение. А это большие деньги, и люди понимают, что вдруг выйдет, да, и вдруг я попаду на деньги. Зачем? Лучше я сейчас пройду недорогой этот чекап, сделаю, значит, обследование, и если даже что-то выявится, мне, значит, сделают все бесплатно за счет страховки. Это позволяет дисциплинировать людей. У нас этого нет, понимаете? У нас люди, значит, не прошел, меня всегда удивляло, это Юрий Владимирович Пя, я помню, он когда узнал, что он всегда гонял людей, которые у него в клинике курят, в кардиохирургической клинике, как можно позволить себе курить сигареты, да? Человек, можно сказать, из-за этих сигарет туда попал, да, на операцию на открытом сердце и продолжает курить. Это до чего, да, даже, да, это как его, этот… Короче, на операцию пришел, сознание не поменял. Да, да, совершенно верно. Вот здесь должно быть по-другому. Во-первых, да, профилактика болезни, она, говорит, всегда дешевле и более эффективнее, чем лечение уже того же инсульта. Лечение инсульта – это бесполезная вещь в большинстве случаев, потому что люди остаются инвалидами, либо умирают. Так проще не допустить этого инсульта. А что для этого нужно? Это надо контролировать давление, сахар там и несколько показателей крови, и питание смотреть. Все, ничего там сложного нет. И если вы это будете делать, то вы потом не получите. А говорить о том, что у нас служба инсульта хорошо развита и помогает пациентам, ну это… Ну, объясните этому человеку, который лежит в гемисплегии, да, в койке, мочится под себя. Это ему только можно это объяснять, потому что других людей это уже не касается, можно так сказать. Поэтому здесь, конечно, я думаю, вот уже мы сейчас строим новый Казахстан. Я думаю, в этом плане Министерство здравоохранения подойдет более в другом русле, я думаю, именно с профилактической точки зрения. Вы сказали, что люди с хронической болью приходят к вам, и вот на следующий день, там, после операции, да, они вот просыпаются и боятся, что… Да, даже не на следующий день, в день операции они могут сказать, у меня все прошло. Сергей Скач, ну вот сейчас к вам посмотрят это интервью, и придут тысячи людей с различными многолетними болями. Все-таки к вам с какой болью приходить? Ну смотрите, я занимаюсь, значит, лечением лицевой боли, трагиминальной неврологией, я использую различные методики лечения. Я занимаюсь болями в конечностях, после ампутационной болью, к сожалению, никто не оперирует, я занимаюсь. После ампутации фантомная боль – это проблема, которую никто еще, многие даже не понимают, что ее можно лечить. А ее можно прооперировать, сделать операцию, и пройдет, забудет человек про боль. У меня много пациентов, я таких оперирую. Снова прижжете какой-то там нерв? Когда у кого-то что-то были, просто открыт, тынька, прижегут. Боли после операции на позвоночнике часто у людей остаются. Но можно, в принципе, лечить эти боли и хирургическим путем, и детонерик, и нейрохирургическим путем. Но варианты есть всегда. Главное не отчаиваться. Вот это я всегда. Многие люди отчаиваются. Туда ходят, сюда ходят, одно и то же назначают, и это им не помогает. И люди все уже. Складывают крылья и все, да? Да, и все. Ничего не помогает, не надо отчаиваться, можно лечить. В любом возрасте. Очень раньше, тем лучше. В 80 лет можно лечить. Потому что многие там после 80 списывают на старости. Все знаете, все зависит от человека, честно говоря. Есть люди в 80, которые чувствуют себя как молодыми, как там 30-40 лет, да? А есть люди в 30-40 чувствуют себя как 80, понимаете? Поэтому все зависит от человека. Если человек рано, как говорится, сложился, уже ничего не хочет делать, то, конечно, и я не могу помочь ему. Я всегда привожу в пример своим пациентам, говорю, есть такая притча. В этой ситуации, да, между пациентом и, значит, врачом, есть три стороны. Это я врач, пациент и болезнь. И я борюсь с болезнью. И на чью сторону встанет пациент больной? На сторону мою, в сторону врача, либо на сторону болезни, тот и выиграет. Потому что если он встанет на сторону болезни, я бессилен буду, я не смогу их выиграть. Если он встанет на мою сторону и будет со мной, тогда мы поберем болезнь. Вот так я могу сказать. Поэтому у людей даже, особенно это касается хронической боли, это очень большая проблема. Люди сдаются. Здесь надо подняться, поднять голову и всё-таки поверить и пойти вместе с нами. Тогда мы победим эту болезнь. Тогда это даст эффект. Также и другие заболевания, тоже особенно хронические, которые долго люди болеют. Это потому что откладывают очень большой отпечаток психики. В общем, как хорошо быть здоровым человеком. Да, это очень здорово. Я вас слушаю, я сейчас вспоминаю все свои хронические боли. Что пользуясь случаем, сразу всё вылечить. Потому что действительно ты живёшь в потоке, может быть, не замечаешь. Какая-то болезнь у тебя есть, всегда есть какие-то лекарства, которые могут устранить эту боль. Да, у нас привыкли мы, выпил аналогин, кетонал и побежал дальше. Но вообще я всегда отношусь к боли очень, знаете, философски. Боли — это звоночки. Они могут быть маленькие звоночки, потом побольше звоночки. И когда они уже сильные, это уже звонки, которые надо обратить внимание. Боль — это рефлекс. Рефлекс организма на какое-то повреждение. И мы должны внимание всегда обращать на это. Мы должны заниматься, мы должны обследовать, смотреть, из-за чего это произошло. И чем раньше это начнём, тем лучше, тем легче потом лечить боль дальше. Ченгис Акаевич, а как не стать вашим пациентом? Ну, конечно, есть ряд мероприятий, которые, если человек ежедневно введёт в рутину свою, то может, конечно, избежать. Ну что, например? Первое, это я всегда говорю, это значит питание, правильное питание. Нужно кушать нормальную, здоровую, живую пищу, достаточно воды пить и физической активности. То есть спорт, правильное питание? Даже не спорт, а физическая активность. Понимаете, спорт — это такое большое, обширное понятие. А физическая активность — это просто может быть ходьба, какие-то гимнастики, упражнения и так далее. Это то, что укрепляет, значит, тело, позволяет улучшить кровообращение и делает нашу жизнь более такой активной. Питание — это то, что, значит, мы потребляем и которое даёт нам энергию. И ещё жидкость, вода — это то, что разбавляет, выводит токсины правильно. И ещё один момент я должен добавить — это интерес увлечения. То есть человек должен заниматься любимым делом. Это очень важно, потому что хорошие позитивные эмоции, они не дают человеку уйти в какую-то печаль, депрессию и так далее, от которой часто бывают проблемы. И он, значит, всегда себя чувствует. А по питанию для мозга что вы порекомендуете? — Питание для мозга. По питанию для мозга я бы рекомендовал поменьше кушать белый хлеб и сахар, и фастфуд. Это самое главное, потому что это основные причины появления диабета и атеросклероза. То, что не вредит, то нам помогает. То есть если кровообращение в мозге будет хорошее, не будет диабета, который может повреждать мозг, то, соответственно, мы будем чувствовать себя лучше. — Чингис Акаевич, спасибо большое за очень познавательное и интересное интервью. Я думаю, многие после этого побегут заниматься своим здоровьем. Я хочу, чтобы каждый казахстанец раз в год проходил чекап. Потому что я сама, знаете, стараюсь сама это делать и родителям постоянно об этом говорю. Здоровый человек может все, а не здоровый, к сожалению, потом будет жалеть. Резюмируя наше интервью, еще раз можете перечислить заболевания, которые вы лечите. Основные заболевания, которые занимаемся мы в своей клинике, это болезнь Паркинсона. Прежде всего, мы основу различной методики и консервативной, и хирургической. Детский церебральный параллель, спастическая форма, принимаем хирургическое реабилитационное лечение. Хроническая боль, в том числе боль при троничной неврологии, боли после операции на позвоночнике, в ногах, в ампутированных конечностях, после перенесенных инфекций. И большое направление, это мы развиваем сейчас хирургию эпилепсии. Мы еще не начали это оперировать, но это одно из направлений функциональной нейрохирургии, и мы этим будем заниматься. КОНЕЦ